Более 600 миллионов рублей пополнили казну Самары из вышестоящих бюджетов. В первую очередь эти деньги потратят на социальные обязательства, выплаты педагогам, жилье для ветеранов и инвалидов, субсидии на переселение граждан из аварийных домов, а также проектирование и строительство фоков в Зубчининовке и инженерных коммуникаций для стадиона Самара-Арена. Поправки в бюджет сразу в двух чтениях одобрили депутаты городской думы. Мы оставили социальную направленность, то есть те выплаты, которые должны осуществляться учителям, в том числе и молодым учителям в возрасте до 30 лет, это и жилищные субсидии, вот эти вот все пункты, они остались. Где-то были перераспределены определенные статьи, но это ни в коем случае не повлияет на жизнь города. Часть денег перераспределили между расходными статьями бюджета. Так город рассчитается с фондом капитального ремонта по взносам за муниципальное жилье. В прошлом году городская казна недополучила часть денег, в том числе и недосчитались налогов. Отсюда и образовалась задолженность перед фондом. Оплата позволит избежать форс-мажора в условиях непростой экономической ситуации. Сегодня это мнение выходит, оно одно, консолидированное, будем работать над этим, и последствий каких-либо, ну я сразу говорю, форс-мажора мы не должны допустить. Вот это главная задача, а то, что он напряженный, то, что он сложный, слов нет. Дефицит бюджета в этом году составит почти 132 миллиона рублей. Изменений на 2017 и 2018 годы пока не предвидится. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События.